Добрый день, глубоко уважаемый, да, здесь президиум. Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте представить вам результаты уже шести лет исследования линз для очков МИАСМАРТ. Немножко напомню, что из себя представляет эта линза. Основа линзы – это однофокальная линза. И опять-таки основа линзы МИАСМАРТ – это технология ДИМС, технология множественных дефокусных встроенных миопических сегментов. То есть, естественно, эта линза основана, и главное ее влияние – это создание миопического дефокуса. В центре мы имеем зону четкого зрения 9,4 мм. Ее размер, ее главная задача – обеспечивать наивысшую коррегированную остроту зрения. А вокруг находится лечебная зона, которая и является той самой структурой ДИМС. Она позволяет продолжать поддерживать достаточно высокую остроту зрения, то есть нормальное зрительное восприятие, и уже выполнять свою главную функцию – сдерживать прогрессирование миопии. За счет вот этих вот периферических островков, сегментов миопического дефокуса, которые распределены в сотовой структуре высокой плотности, и каждый островок создает дефокус плюс 3,5. Итак, 6 лет исследования. Исследование в течение 6 лет менялось, то есть менялся дизайн. Наверное, самый строгий дизайн исследования было в первые 2 года. Это было рандомизированное двойное слепое исследование с контролем. Начиналось оно с того, что были набраны две группы. Количество детей – 183 ребенка. Это китайские дети живут в Гонконге. Исследование проводилось центром исследования миопии Школы оптометрии Гонконгского политехнического университета. Дети были в возрасте от 8 до 13 лет. Сфера эквивалента от минус 1 до минус 5. Стигматизм анезометропии не больше, чем патародиоптрис. Соответственно, дети не проходили предыдущего никакого лечения, то есть не проходили использование методов контроля миопии. Итак, детей разделили на две группы. Одна группа носила линзы DIMMS Miasmart, вторая группа носила традиционную однофокальную очковую коррекцию. Собирали результаты, обследовали детей каждые полгода. И результатом двух лет обследования были следующие показатели. Что касается сферы эквивалента, это верхний график. Соответственно, здесь пунктиром показаны дети, которые носили однофокальные традиционные очковые линзы. И голубая линия показывается дети, которые носили линзы DIMMS Miasmart. Через два года прогрессирование миопии у детей, которые носили линзы DIMMS Miasmart, было на 59% меньше, чем у детей, которые носили традиционные однофокальные линзы. Что касается осевого удлинения, нижний график, то разница в длине, вернее, в росте длины глаза составила 60% по окончании этих двух лет исследования. И еще один показатель. В группе детей, которые носили линзы DIMMS Miasmart, у 21,5% прогрессирование миопии в течение двух лет было остановлено. Соответственно, получив такую достаточно высокую эффективность в линзах Miasmart, ученые от центра исследования миопии решили продолжить исследование. И мы имеем результаты третьего года исследования. Здесь дизайн исследования поменялся. Всего в исследовании остались участвовать 120 детей. Это те же дети, которые и участвовали в первых двух годах исследования. Но также они были поделены на две группы. Но группу контроля по этическим соображениям перевели на ношение линз DIMMS. Поэтому, как результат исследования, процентную эффективность получить мы не можем, так как обе группы носили одно и то же медицинское устройство, очковые линзы Miasmart с технологией DIMMS. Но, тем не менее, заключение третьего года звучит следующим образом. Эффективность линз Miasmart в первой основной оригинальной группе детей, которые первые два года носили линзы DIMMS Miasmart стабильна, то есть эффективность сохраняется и на третий год. Как мы об этом можем судить? Мы можете посмотреть на эти графики. Это как раз-таки основная группа детей, которые все три года носят линзы Miasmart. Ежегодное прогрессирование по сфер-эквиваленту составляло. Первый год 0,18 мм. Второй год 0,16 мм. И третий год 0,18, извините, диоптрия, про миллиметр говорю. Все это диоптрия, конечно же, по сфер-эквиваленту. Если мы посмотрим на кривую, которая показывает вот это среднее ежегодное прогрессирование, то мы видим, что кривая больше похожа напрямую. То есть мы видим, что эффект достаточно стабилен по сфер-эквиваленту. И то же самое мы видим и по осевому удлинению. Ежегодное осевое удлинение в этой группе составляло. В первый год 0,1 мм. Во второй год 0,1 мм. И третий год среднее удлинение глазного яблока в этой группе детей составило 0,11 мм. Очень интересная была картина. У детей, которые первые два года были в группе контроля, носили традиционную однофокальную коррекцию, а на третий год их перевели на ношение линз ДИМС. Группу так и назвали, группа контроль ДИМС. Что здесь происходило по годам в течение трех лет? Первые два года, пока дети носили традиционные однофокальные линзы, прогрессирование миопии по сфер-эквиваленту составило минус 0,49 диоптрий. Во второй год минус 0,38 диоптрий. Мы это видим пунктирные линии на графике по сфер-эквиваленту. И тут детей переводят на ношение линз ДИМС, и у них миопия резко тормозится в своем прогрессировании. Она прогрессирует в течение третьего года ношения именно линз ДИМС на 0,05 диоптрий. Очень похожая картина наблюдается и при ежегодном осевом удлинении. Пока дети носят традиционные однофокальные линзы, глаза у них удлиняются в первый год на 0,29 мм, во второй год на 0,2 мм. Мы это и видим на графике. А когда детей перевели на ношение линз ДИМС на третий год, то осевое удлинение за год составило всего лишь 0,08 мм. И если мы посмотрим сравнение как раз-таки вот этих двух групп, это основная группа ДИМС и это, соответственно, группа контроль ДИМС, мы видим, что тогда, когда детей перевели на ношение линз ДИМС, эти графики как бы начинают сближаться и по сфер-эквиваленту, и по осевому удлинению. Что происходило дальше? Дальше дети продолжили участвовать в исследовании, но через три с половиной года уже прошедшего исследования врывается в нашу жизнь пандемия коронавируса. И в ноябре 2019 года в Гонконге центр закрывается, то есть клиника закрывается на абсолютный локдаун в связи с COVID-19. В целом группа детей, которые участвовали в исследовании, она была официально временно распущена, и, соответственно, родители были предоставлены самим себе и принимали уже самостоятельное решение, что будут дети носить далее. Далее, когда уже появились у нас послабления, центр открывается, детей стали собирать на, опять-таки, продолжение обследования, что же происходило с их миопией. И в октябре 2021 года завершили сбор данных после шести лет участия в этом исследовании. В мае 2022 года результаты презентовали на ежегодном конгрессе ARVO. Это собирается ассоциация исследователей в области офтальмологии. Итак, шесть лет перспективного клинического исследования. Первое, что хочется отметить, что это самое длительное исследование в области очковых линз для контроля миопии. Что происходило после трех с половиной лет? Родители принимали различные решения. Некоторые дети остались на ношении линз ДИМС, некоторые дети перешли на ношение однофокальных линз. Поэтому, когда анализировали результаты уже шести лет обследования, то были сформированы четыре группы. Что они из себя представляли? Здесь показано на слайде начало первых двух лет исследования, то есть это были первые две основные группы. Группа детей, которые носили линзы ДИМС, и контрольная группа, которые носили однофокальные линзы. Для оценки результатов шести лет наблюдения были сформированы следующие подгруппы. Основная группа детей ДИМС, которые все шесть лет проносили линзы ДИМС МИАСМАРТ, она была самая многочисленная, и составила 36 детей, которых удалось проанализировать уже по результатам шести лет ношения. Часть детей из первоначальной группы ДИМС после трех с половиной лет ношения линз ДИМС перешли на ношение однофокальных линз. Это вторая группа. Что касается первичной группы контроля, их также разделили на две группы по результатам анализа шести лет наблюдения. Как вы помните, на третий год все дети из основной контрольной группы были переведены на ношение линз ДИМС, но через три с половиной года ношения, вернее, после трех с половиной года участия в исследовании, часть детей были переведены на ношение однофокальных линз. Это четвертая группа. И третья группа – это дети, которые так и остались носить линзы ДИМС. Всего удалось проанализировать по результатам шести лет 90 детей. Здесь показаны дети, по каким причинам они не смогли участвовать в шестилетнем обследовании. Часть из них уехали учиться за границу. Некоторые перешли на атропин или подключили атропин, и, соответственно, ли кто-то перешел на ортокератологию. И был один ребенок, у которого выявили заболевание, которое не связано никак с ношением линз МИАСМАР. Но, тем не менее, результаты шести лет получены по 90 детям. Итак, первая группа. Дети все шесть лет носили линзы ДИМС. Заключение по сфераквиваленту. Суммарное среднее прогрессирование миопии за шестилетний период составило минус 0,92 диоптрии. То есть, если разделить это примерно по годам, по 0,15 диоптрии в год. Поэтому мы можем судить, что лечебный эффект устойчиво сохраняется и в течение шести лет. Что касается осевого удлинения в этой основной группе детей, которые все шесть лет проносили линзы ДИМС-МИАСМАР, то глаза у них в среднем удлинились за шесть лет на 0,6 мм. То есть, по примерно 0,1 мм в год, что очень сильно похож на физиологический рост глаза. И по этим результатам мы тоже можем судить, что лечебный эффект работы линзы ДИМС-МИАСМАР в контроле миопии устойчиво сохраняется и в течение шести лет. Что происходило в следующей группе? Группа 2 – это дети, которые первые 3,5 года носили линзы ДИМС, а после 3,5 лет перешли на ношение однофокальных линз. Синим показана кривая, что происходило в этой группе по сферу эквиваленту. По сравнению, вернее, не по сферу эквиваленту, извините, по осевому удлинению. Что мы здесь с вами видим? Что по сравнению с осевым удлинением возрастной нормы нелеченных детей, взятых из литературных данных, это показана кривая черным цветом, у детей, которые перешли на однофокальные очковые линзы после ношения линз ДИМС в течение 3,5 лет, не наблюдался эффект отскока на основе данных о среднем осевом удлинении, взятых из литературы. Что такое эффект отскока или эффект отмены, мы его называем? Он определяется как ускоренный рост глаз после прекращения лечения по сравнению с возрастной нормативной группой, не получавшей лечения. Что касается в этой группе прогрессирования по сфер-эквиваленту и по осевому удлинению. Сплошная линия показывает первые 3,5 года изменение сферы-эквивалента в этой второй группе детей. Вторая группа, соответственно, через 3,5 года переходит на ношение однофокальных линз, и здесь мы видим, что в этой группе прогрессирование миопии было больше, если мы будем сравнивать с первой основной группой детей, которые все 6 лет проносили линзы ДИМС. Осевое удлинение. Картина наблюдается практически такая же. График синий показывает первичное ношение линз ДИМС в течение 3,5 лет. Потом группа вторая переходит на ношение однофокальных линз, черная пунктирная линия. И здесь мы видим несколько большее усиление осевого роста глазного яблока по сравнению с группой первой, которую проносили дети все 6 лет, а линзы ДИМС-Мясмарк. Третья группа. Третья группа – это бывшая группа контроля, если мы вспомним про первые 2 года исследования, которые, соответственно, носили однофокальные линзы, потом их перевели на ношение ДИМС, и они так до конца 6 лет и носили линзы ДИМС-Мясмарк. Что мы здесь с вами видим? Что здесь, по сравнению с начальными первыми двумя годами, когда испытуемые носили однофокальные линзы, прогрессирование миопии по сфер-эквиваленту и по осевому удлинению замедлилось. Это сфер-эквивалент и осевое удлинение. И, соответственно, прогрессирование миопии по сфер-эквиваленту и осевое удлинение сохранялись на более низких уровнях в течение 4 лет после перехода на очковые линзы ДИМС. И, наконец, четвертая группа – это дети, которые первые 2 года носили однофокальные линзы, потом перешли на ношение линз ДИМС, а через 3,5 года опять вернулись на ношение однофокальных линз. Что мы здесь наблюдаем? Как и в группе 3, после перехода с однофокальных линз на очковые линзы ДИМС прогрессирование миопии по сфер-эквиваленту и по осевому удлинению замедлилось. После ношения очковых линз ДИМС в течение полутора лет и возврата к однофокальным очковым линзам у испытуемых наблюдался более высокий уровень прогрессирования близорукостью по сравнению с детьми 3 группы и, естественно, 1 группы в том числе, которые продолжали все годы до конца 6-летнего периода носить линзы ДИМС. Вот она пунктирная линия, когда дети вернулись опять на ношение однофокальных линз. Но опять-таки примечательный и положительный момент. Не наблюдался эффект отскока, то есть прогрессирование миопии шло, так сказать, по темпу возрастной нормы если сравнивать с данными из литературы. Итак, основное заключение. Эффективность контроля миопии линзами для очков МИАСМАРТ с технологией ДИМС сохраняется в течение 6 лет. Средняя совокупная прогрессия миопии менее 1 диаптрии, то есть 0,92 диаптрии и осевое удлинение 0,6 мм за 6 лет в группе ДИМС. И дети, которые прекратили носить очковые линзы ДИМС и перешли на ношение обычных традиционных однофокальных линз, у них не наблюдался эффект отскока. Резюме по МИАСМАРТ. Это безопасный и эффективный неинвазивный метод. Во время 6 лет клинического исследования не было зарегистрировано побочных эффектов. Линзы для очков МИАСМАРТ дают эффективный и устойчивый эффект контроля миопии и рекомендуется Международным институтам миопии как эффективный вариант контроля миопии. Линза отмечена наградами. МИАСМАРТ получила высшую награду на Женевской международной выставке изобретений в 2018 году и награду СИЛМА ДУОР в категории зрения на Парижской оптической выставке СИЛМА в 2020 году. Спасибо вам за внимание и позвольте вас поздравить с профессиональным праздником Днем офтальмолога. Пожелать всем крепкого здоровья прежде всего. Спасибо. А вот вопрос один. Существует ли принципиальная разница между очковыми линзами, о которых вы говорили, и стеллист? Стеллист второй вариант. Обе линзы основаны на одном, так сказать, принципе, который сейчас является, наверное, самым современной теорией прогрессирования миопии, миопическом дефокусе, создания миопического дефокуса. Поэтому принцип действия этих линз в принципе одинаковый. Единственное, различается структура создания, наверное, этого миопического дефокуса. Спасибо большое. Спасибо.